Я не в восторге от деятельности партии. У меня есть один фундаментальный принцип, я его придерживаюсь всегда. Не критиковать оппозицию или не атаковать тех, которые слабее на сегодняшний день. В этом смысле я даже на вопрос, кто ты по национальности, не могу ответить, совершенно очевидно. Иногда я чувствую себя молдаванином, иногда евреем, иногда русским, украинцем, гагаузом. Это другой вопрос. Есть принцип не критиковать оппозицию. Единственное, что хочу сказать по поводу партии коммунистов, я считаю, что 16 марта надо было входить в парламент, фракции надо было входить в парламент и не допустить избрания Тимофти президентом. И вообще не допустить избрания президента, потому что это избрание было в нарушении всех норм и стандартов. Этого не произошло. Были по всей вероятности. Я не знаю, почему этого не было. Это можно было осуществить? Да. Они не могли привести полстраны к 8 утра, потому что там же жульничали так, что поменяли и время. Ну, так как делают мелкие хулиганы и наперсночники. В принципе, это такой уровень у нас у всего руководства альянса, начиная там Плохотнюк, Филат, они примерно одного поля ягоды, там Лупу и Гимпу и так далее. Они поменяли время, 8 часов. Понятно, что привезти 40-50 тысяч, так как планировалось, к 8 часам к зданию было невозможно, но фракция могла войти, потому что они все в Кишиневе, у них пропуска не могли войти и не допустить этого голосования. Это мое личное мнение. Я не знаю, правильно это или нет, мне такое ощущение, что это было бы правильно. Но у фракции и у этой партии мало опыта вот такого рода действий. Эта партия, только находясь в оппозиции, научилась выходить на улицы и использовать уличные формы политической борьбы. Это неплохо получалось. Я думаю, что главный урок, который мы все должны извлечь из этого, это то, что иногда надо действовать решительно и, может быть, доверять своей политической интуиции скорее, чем каким-то калькуляциям и прочим соображениям. Что касается партии Альянса, да, и чтобы закончить с оппозицией, активная социал-демократическая партия, конечно, импонирует. Что касается других партий, я уже говорил об этом, я считаю, что это партии несамостоятельные, я имею в виду партию социалистов, возрождение. Еще целый ряд партий, которые иногда появляются в прессе, они говорят, я считаю, что это партии несамостоятельные, они управляются извне. В частности, большинство из них управляется демократической партией, руководством демократической партии, и они используются исключительно в борьбе с политическими оппонентами демпартии, Плохотнюка в частности. Это совершенно очевидно, это видно, никто из них не критикует демпартию, не критикует Плохотнюка, хотя очевидны проблемы, связанные с этой партией. Олег Воронин в недавнем интервью президенте заявил, кстати, что Додона и Плохотнюка связывают... Ну, тем более их связывают, тем более их связывает какой-то бизнес. То есть, мы, видите, начинаем узнавать какие-то более конкретные вещи, и все становится на свои места. Да, и вот, чтобы закончить с оппозицией, я хочу сказать, я говорил об этом, но хочу повторить, что у нас в нашей истории независимой еще не было случая, чтобы оппозиционная партия сохранилась после периода нахождения в оппозиции и вошла после этого в парламент, сохранила бы свое влияние. У нас есть пример аграрно-демократической партии, классический пример. У нас есть пример партии демократических сил, у нас есть пример демократической конвенции, есть пример гемпартии, есть пример партии Юрикяна и так далее. То есть, попавшие в оппозицию партии после этого не восстанавливаются, они не входят во власть после этого. Ну, партия коммунистов Молдова это первый пример того, что партия, несмотря на то, что атакуют, разрывают ее так, как не разрывали ни одну из партий до сих пор, подкупают, запрещают символы, закрывают телевидение, поддерживающие эту партию и так далее. То есть, абсолютно беспрецедентные атаки, несоблюдение никаких правил и норм в взаимоотношениях с оппозицией. Такого у нас не было, и тем не менее, партия сохраняет свое влияние. И это хорошо, потому что это говорит о том, что у нас происходит некая структуризация политического спектра в стране, у нас происходит некая стабилизация политической системы, и есть партии, выражающие левые интересы, которые у нас называются левыми в стране. Есть партии, которые, так сказать, концентрируются на правом фланге политического спектра, и между ними будут происходить главные политические столкновения. Что касается партии Альянс, они все разочаровали, происходит медленная деградация в либерально-демократической партии, и создается такое впечатление, что лидер партии не полностью контролирует не то, что партию в целом, даже свою фракцию, потому что есть там действия, которые говорят о том, что они действуют в частных интересах других людей. Демократическая партия поставила задачу стать самой сильной партией страны. Правда, не сказали зачем, и сами еще не знают, но я могу сказать за них зачем. Для того, чтобы иметь возможность рассаживать и назначать людей на нужные позиции, на государственные посты, которые помогут контролировать финансовые потоки, помогут избегать лидерам Демпартии наказания за все те преступления, которые они совершают в Республике Молдова, финансовые и прочее. Ну и либеральная партия, тут мало что можно сказать об этом. Этот год не оставил сомнений в том, что либеральная партия является карманной партией Плохотнюка, и вся эта партия, в том числе ее лидеры, используется Плохотняком в качестве карманных говорящих голов. Когда выходит Гимп и о чем-то говорит, а он говорит в общем и целом вещи, направленные против Филата, то абсолютно можно быть уверенным, что ему команду на это дал Плохотнюк, и он вышел выполнять некие политические заказы. Вот, собственно, что у нас происходит с политическими партиями. Так что этот год, ну, сюрпризов особых не принес. Значит, откровений у нас нету, каких-то, так сказать, впечатляющих, впечатляющего развития политического не произошло. Идет медленная деградация, в том числе и в политических партиях.